Здравствуй, зритель! На дворе лето, горячих новинок не сыскать, поэтому открываем новую рубрику на канале. Первый, открывающий наш список игрой, станет сверхпопулярна Genshin Impact. Глазами новичка рассмотрим основные процессы игры и чуть-чуть поиграем, а к концу ролика сделаем вывод, стоящая ли эта игра или не очень. А самое главное, ответим на вопрос, почему все так хейтят эту игру и тех, кто в неё играет. Что ж, начинаем, приятного просмотра. Я уже заблаговременно всё скачал, поэтому начинаем наш путь и видим касс-сцену, в ходе которой нас знакомят с главными героями этой игры. С братом и сестрой, на которых бузит некое божество. Эта касс-сцена, как я понимаю, является формальностью и мостом для дальнейшего выбора между женским и мужским полом персонажа. Выбираем девушку, потому что... потому что потому. Затем выбираем ей подходящее имя и наблюдаем за тем, как нашего брата сковывают каким-то заклинанием, а следом и наша героиня проигрывает бой. С тех пор прошло много времени. Ленка оказывается на берегу моря, рассказывая эту историю своему новому компаньону, с которым наша девушка познакомилась не при самых обычных обстоятельствах. Компаньона зовут Паймон. Снова формальность, чтобы втюхать нам гида-проводника по миру игры. Хотя, знаете, не подумайте, что я недоволен этим. Я считаю это круто, что такие обычные механики в играх преподносят хотя бы с какой-то небольшой логичной историей. Так вот, продолжаем путешествие, но первым делом, видя общую тематику игры, качаем японский язык для озвучки. Потому что это просто трэш, глядеть в эти огромные анимешные глаза и слышать английскую речь. Это самое начало, поэтому нас обучают основам боёв, точек телепортации и, разумеется, самому главному. Графика, кстати говоря, выполнена в стиле «это не лень, а художественный взгляд». Однако не могу не признать, что местные виды завораживают и пугают масштабами. Паймон зовёт нас к статуе местного божества, отвечающего за ветер, и прокладывает нам тропинку. Но разве это всё не для слабаков? Ну что ж... Ладно, это была плохая идея. Добираемся до статуи и активируем её своей ладошкой, получая взамен силу магии воздуха. Как удобно, что здесь же и получается потренироваться. Паймон показывает нам ближайший город, Моншт... Монштант... Монштант... Попробуйте сами. В общем, в этом городе поклоняются как раз таки этому божеству, статую которого мы только что теребили рукой, а также там могут знать о нашем пропавшем брате. Следуем немедленно. По пути к городу, над нашими друзьями, пролетает огромный голубой дракон, предвещающий что-то нехорошее. Немного дальше, в лесу, мы встречаем какого-то парня, мирно беседующего с тем самым драконом. Увы, навыки скрытности, видимо, ещё не прокачаны, и нас обнаруживают. Парень исчезает, а дракон, немного порычав, улетает во свояси. Ну, что могу сказать... Обычный вечер пятницы, поэтому продолжаем путь в город. Ленка и Паймон уже принялись рассуждать о том, почему снежный человек называется снежным человеком, если он ничуть не снежный и совсем не человек. Однако, их прерывает странная девушка, представляющаяся Эмбер, каким-то там скаутом, какого-то культа, защищающего этот город. Ребята знакомятся, Эмбер рассказывает, что патрулирует территории, прилегающие к городу, и наша компания кажется весьма подозрительной. Конечно, а еб***щие драконы в соседних лесах, это совсем не подозрительно. Что ж, ладно. Девушка предлагает себя в качестве компаньона, чтобы обеспечить безопасность нашей компании по пути к городу. Не знаю, о какой там нашей безопасности идет речь, но если бы бандиты увидели бы кого-то в компании такой девушки с бантиком в форме заячьих ушей, то я думаю, опасности стало бы явно больше. Теперь же ясно, для чего это было. Нам дают нового героя, которого можно переключать на клавишу 2. Кстати, я зря наговаривал, девушка прекрасно владеет луком и чем-то вроде магии огня. Разносим несколько кабин и продолжаем наш путь в город. Оказывается, не так просто туда и попасть, ведь на одном пути снова встречаются активности и замедляющие продвижения. Девушка по имени Лин учит нашу героиню основам приготовления пищи. Под конец бесплатного вебинара Линка пробует сама приготовить, и не хухры-мухры, а целый куриный шашвычок с грибочками. Ням-ням. Лин выступает в роли дегустатора и считает, что вышло весьма неплохо. Что ж, мы наконец-то в городе. Вот так вот сразу надо. Городец представляет из себя типичную полудеревушку со своими достопримечательностями и магазинами товаров. Выглядит все это довольно внушительно и красиво. По-моему, он замечает, что жители города выглядят довольно напряженно, на что Эмбер сообщает, что это все из-за какого-то там ужаса бури. Так они называют, вроде бы того дракона, владеющего магией воздуха. Девушка уверяет, что все будет хорошо, ведь у них есть джин. И нет, не семечки, и не из бутылки. Джин – это имя главного в их культе рыцарей, которому принадлежит и сама Эмбер. Пора заканчивать разговоры и заниматься поисками брата, но Эмбер напоследок хочет кое-что подарить нашей Ленке. Но сначала она просит подняться в верхнюю часть города. Что ж, ладно. Подниматься, конечно, не очень удобно, хоть бы лестницу поставили. Ну и дураки, конечно. Достигаем пункта назначения и встречаем телепортировавшись туда Эмбер. Девушка достает из потайного кармана целый планер и вручает нашей героине. Устройство позволяет прыгать с любой высоты и, пользуясь потоками ветра, аккуратно приземляться. Очень полезная штука, кстати говоря. Увы, мы не успеваем как следует порадоваться новому подарку, ведь на город нападает тот самый дракон. Теперь понятно, почему его называют ужасом бури. Огромные смерчи подхватывают нашу героиню и отправляют почти что на околоземную орбиту. Ленка слышит чей-то таинственный голос, наделяющий нашу девушку особенной силой. Игра предоставляет мне возможность расстрелять дракона какими-то снарядами и прямиком в интимное место. Получив по задним щам, дракоша улетает в неизвестном направлении, а наша героиня спускается вниз к радостным жителям города. Здесь нам приходит какой-то загадочный пират и делает такое лицо, будто бы это он спас город, а не наша героиня. Зовут его Кэйя, но мы будем называть его пиратом. Эмбер знакомит нас. Вы могли бы решить, что парень сбежал из штаб-квартиры группы BTS, однако это не так. Он является целым капитаном кавалерии того самого ордена, который защищает город. Пират также сообщает, что глава ордена уже услышала о заслугах нашей героини и хочет встречи. Что ж, отправляемся в штаб-квартиру рыцарей и встречаем того самого Джина. Верни эту самую. А также милашку-библиотекаршу по имени Лиза. Глава ордена благорит нашу кампанию за спасение города, а также просит помощи в усмирении дракона. Орден выяснил, что силы дракона питают магические камни в четырёх святилищах каждому из божеств. Наша задача отправиться только в три из четырёх и уничтожить каждый камень. Почему в три из четырёх, пока что неизвестно, нам не объяснили. Я так понимаю, чтобы не убить дракона, а просто усмирить. После разговора нам показывают новую составляющую игры – молитву. Я сначала не понял, какая ещё молитва, а потом как понял. Ладно, все мы не безгрешны. Надеюсь, нас не будут заставлять молиться насильно, если что-то будет не получаться в игре. Отправляемся к первому храму и заходим в руины. Используя огненные стрелы Эмбер, пробираемся через некоторые препятствия и нескольких врагов, а затем встречаем тот самый камень силы и разрушаем его. Красотища в игре просто неимоверная. Чем дольше играю, тем больше замечаю. По дороге встречаем какую-то путницу по имени Клорис, которая разгуливает с врагами почти что за ручку. Клорис является ботаником. Ну, в смысле не лох в очках, как в американских фильмах, а в смысле специалист по ботанике. Впрочем, ничего интересного она нам не рассказывает, поэтому следуем дальше. Натыкаемся на лагерь Хиличуру, которых для упрощения я буду называть ублюдками, и разбираемся со всеми разом. Хочу отметить, что мой боевой навык довольно сильно вырос, и теперь схватки мне нравятся уже гораздо больше. Кстати, я забыл сказать, куда мы идём. Идём мы в следующие руины, у которых нас ждёт пират. Я бы держался от него подальше. Зайдя внутрь, я, кажется, обнаружил одну из самых больших для меня проблем в этой игре. Видите ли, когда мы получаем персонажа, он появляется у нас, грубо говоря, в инвентаре, и мы всегда можем переключить его для использования. Однако, когда наше героиня по сюжету находится, допустим, как здесь в руинах, с ней находится и Эмбер, и пират, но бегает наша девушка по карте всё равно одна. Понимаете всю тяжесть ситуации? Герои могут общаться друг с другом о том или ином, рассказывать, как они классно кому-то вмазали, но на экране есть только один персонаж. На самом деле, я немного не понимаю, почему они не могли поставить всю компанию, бегать рядышком и добавить им хотя бы самый простецкий ИИ. Вся атмосфера улетучивается, когда герои переживают какой-то эмоциональный момент, а их даже нет на экране. Что ж, применяя способности к заморозке нашего нового персонажа, преодолеваем все препятствия в пещерах и уничтожаем заветный камень. Проклятый пират продолжает подкатывать к нашей героине и зовет ее в отличную таверну, но наша Ленка, это вам не Ленка с пятого подъезда, поэтому нет. Парень уже был расстроился, но потом отвлекся на мысли о том, что все эти засады в руинах не могли быть придуманы простыми ублюдками, коих мы побеждали ранее. Больно глупые они. Из-за колонны выходит какой-то маг-монстр. Пират понимает, что это его рук дело и готовится к бою. Вдруг появляются огненные вихри, из которых вылетает эффектный парень и просто вбивает в землю врага. Парень подкалывает пирата, что рыцари ордена совсем уже обленились, на что пират рассуждает, что появление этого чувачка делает все еще более интересным. Странно все это. Отправляемся к последнему, третьему храму, у входа в который встречаем библиотекаршу Лизу. Девушка является магом. Зачищаем руины, а затем выполняем испытания уничтожить четырех оживших лизунов в течение 20 секунд. Оказывается, это не такая простая задача, потому что получилось у меня только с четвертого раза. Добравшись до Камня Силы, Лиза рассказывает, кем на самом деле является дракон. Город, в котором мы были ранее, храняется четырьмя так называемыми хранителями ветров. Драконом Востока, Львом Юга, Волком Севера и Соколом Запада. Все они уже подчиняются самому божеству ветра. Дракона Востока, что сошел с ума, зовут Двалин. Именно поэтому мы уничтожаем только три алтаря из четырех. Как считаете, логично? Ни хрена нелогично, я сам ни хрена не понял. В общем, суть в том, что дракон уже исчерпал свою собственную силу, теперь он полагается только на три остальные. А зло он такой же из-за ненависти к городу и его жителям. Сейчас расскажу почему. Минутка увлекательных историй, садись поближе к экрану и слушай внимательно. Когда-то давно четыре стража-защитника того города назывались Четырьмя Ветрами. Издревле в городе сложилась традиция поклонения Четырем Ветрам, что спасали город уже множество раз. Самым же древним является дракон Ветра Двалин, он же и появился раньше всех. Примерно сто лет назад в землях близ города царил хаос. Злобные твари и мерзкие варвары бродили по обугленным землям и издевались над людьми. Рыцари-хранители Четырех Стражей были в упадке, а следовательно не могли защищать город. В самую пору невзгодно город напал еще и Дурин, тоже дракон, оскверненный неизмеримыми силами. Люди были в отчаянии и молились своему божеству Ветра, который все-таки Двалина, который в смертельной схватке с Дурином все-таки победил. Финал той битвы был затерян во времени. Тело Дурина замело снегом, а сам Двалин же погрузился в глубокий сон. Люди привыкли верить, что Двалин будет просыпаться каждый раз, когда их городу угрожает опасность. Но во времена мира и спокойствия вера людей была утрачена, а храмы остались пустыми. Рыцари-защитники города, а также его жители уже видели до этого некоего дракона, что завелся ужасом бури, а затем поняли, что этим драконом является Двалин. Страх перед этим существом усилился во множество раз. После пробуждения былой герой чувствовал сильный страх от жителей и счел этот страх за предательство людей, которых он защищал ценой своей жизни. Мы уничтожили три камня, что питают преданного дракона и вихри над городом рассеялись. Дальнейшая цепочка основных квестов пока что заблокирована до достижения какого-то там уровня приключений на ранг 10. Игра предлагает позаниматься дополнительными активностями, чтобы прокачаться и продолжить основную игру. На этом, я думаю, можно заканчивать забег Геншин Импакт и переходить к итогам видео. Я ни разу не играл в эту игру до этого. На просторах интернета замечал лишь в основном негативное или презрительное поведение по отношению к этому проекту. Честно сказать, почему так вышло, я не понимаю. Сейчас, когда я уже немного поиграл, я очень удивлен, потому что я ожидал увидеть какую-то адскую дрочильню, суть которой заключается в постоянном донате на помойные скины и какое-нибудь ускорение прохождения за деньги, разумеется. Ну, может пока что с этим еще не встретился, так как прошел совсем мало, но на данный момент мне все понравилось. Графика не шикарна, но создает атмосферу уюта и масштабности происходящего, а также позволяет запустить игру даже на телефоне. Присутствует какой-то сюжет, который выглядит даже вполне сносно, в духе типичных приключений «Найди брата, но по дороге помоги всем, кто просит» и так далее. Поевая система хоть и простая, но выглядит вполне эпично, а большой мир же наполнен активностями. Серьезно, я через каждый 50 метров встречал что-то, на чем останавливался. Единственный минус, который я бы отметил, это отсутствие компаньона в боях, а еще было бы здорово поиграть с друзьями, я не знаю, может ли это или нет в этой игре, может не дошел еще. В общем, я не понял хейт в сторону этой игры, поэтому поделись в комментариях, что не так Геншин Импакт, и если что-то не нравится, то напиши об этом. Не забывай ставить лайки и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео, а на этом, зритель, пора прощаться, пока. Субтитры подогнал «Симон»!